Так вот берут поросята, а свиноматка спокойна. Наключить тогда ничего. Алло. Что они там, живы-неживы? Живы, что ли? Ну, бля, бля. А это сколько они наивы получается? Ага. Это копченые? Вот тут отдельно в культуру. Спасибо. Почарю вас. Спасибо. И вечеринка. Мы 2-1 закрыли, то у меня много сейчас сяю. Ну, то есть, или выживут, или не выживут, а так, я бы сказал. Свиноматка крупная белая, покрыта Петрен. Ну, поросята бомбеет. Вот так. А этих закрывать. Значит, такая ситуация. Позвонил мне только подписчик. Мы уже сейчас в городе Мерефи. Тут рядом я сою беру, сейчас покажу где. Позвонил подписчик, каже, мол, так и так, Стас, тоже в одно время опоросилась свиноматка, так само, как у меня обезьяна. Покормила два дня и отказывается кормить поросят. Приедь, если надо, забери поросят. Может, обезьяна их прийме и так далее и тому подобное. Мы, короче, взяли ящики, выехали и едем сейчас, короче, по поросят. Если их заберем поросят и обезьяна прийме, то это будет чудо Господне, как раз на Рождество. У нас в обезьяне три поросят, а там вроде бы их 11, то есть нормально. У них сосков хватает, у них, по-моему, 14 или 13. Ну, то есть, или выживут, или не выживут, а так, я бы сказал. И сейчас я вам покажу, где я беру свой высшот, именно в Мерефи, именно где, в який двор заезжаю. Вот мы центр проехали сейчас, если я еду со стороны водолаза, а напротив у нас Харков. Если вы с Харкова едете, грубо говоря, не доезжает центра. Вот здание, вот это, двухэтажное. Сайдингом открыто, не первое, а второе здание. Сейчас я вам покажу, вот. Вот это здание. И сюда, сейчас я тоже поверну, типа, мне тоже сюда. И сюда вот во двор заезжает. Вон, бачите, соя, жмых, масло, опт, заросдрик. Он номера телефона. Вот, остановить видео, и номера кому надо. Вот там я беру. Вот если, а так, вот я еду прямо в тупик, и справа там цех. Короче, друзья, по поросятам, я не спрашивал, должен, я что-то не должен буду за поросят. Ну, как-то невдобно спросить. Я взял чай, мы набрали с женой. Сало копченое и сало с подчеревиное. Ну, что дать свиновод? Те, что, грубо говоря, есть. Копченое и с подчеревиное. Ну, за мой, как, гостинец, типа, как, за поросят. А так я не знаю, надо же их платить, не надо. Ну, спитаю там, ну, оно и невдобно, но спитаю. Короче, едем туда, забираем поросят, пробуем их спасать, подпускать до обезьянки, получится, не получится, и так дальше. Разбилки налево, хорошо. И потом набрать, да? Что они там, живи, не живи? Алло. Да-да-да. Что они там, живы, не живы? Да живы-живы, ну, вявые просто. А вявятся, сколько они наивы, получается? Посмотрите, она родилась с четвертого утром, но она кормила сначала. Ага. Мы сначала выпускали, каждый час она их кормила, а потом мы их открыли. Обычно мы, ну, на следующий день открываем, а они сами бегали. Ну, и мы же так делаем, да. И она сначала тоже их кормила, а потом резко начала скакивать, подкладывается. И зубы кусали, и вот такое ощущение, что их больно было, а сейчас уже все не дает вообще. Ага. Я понял, ну, еду, сейчас буду. Давайте. Позвоните тогда, когда будет. Ага, хорошо. Так, ну, вот мы приехали. Значит, свиноматка, как ее зовут? Стася, свиноматка Стася, а вот поросята. Она ложится их кормить, начинает кормить, и все подрывается или закрывает, лягает на вымя. Поросята, ну, бомбезнь, живенький, хорошие, ну, кто ее знает, что так. Я думаю, может мастит, но на мастит не похоже повиня. Он в ней бегает, все, а она тупо не кормит их, да. Стася, свиноматка крупная белая, покрыта петреной. Ну, поросята бомбезнь. Тут, а у людей, конечно, порядок, чистота и тепло в сараях, вот. И, соответственно, у них таки росте хорошо. Я смотрю по приветствам, они тут великолепные, да? Ну, это не в честь меня назвали ее Стася, просто Стася, так все. Ну, а люди подписаны два года уже на Уфинал, да? Вон, Стася воду пьет. И на кипишна спокойно все хорошо, и для поросята отделение он есть, и в теплые лампы две штуки, то есть все супер, условия отличные. Ну, Стася здоровая, килограмм 350, да? Большая. Большая, да. Короче, будем забирать поросята, загрузить в ящики. Одни ноги, да, чтобы они не пищали, они тут спокойно. Ну, если приймется, обезьяна, это чудо Господня наружи своего. Ну, все, ну, конечно, дай бог, чтобы они выживали. Ну, я сейчас все правильно, не спишу, думаю, сделаю. Хороший такой, как же, старый, похожий, да? Другой ящичек. А сколько их штук всего осталось? Тут было 15, осталось, наверное, 12. Три, четыре, пять, шесть. Ага, я 16-го, она родила мертвую, последнюю. Ага, я тут, сейчас у друга, я щас. Ножком застрянула. Сейчас. Вот так, это, а этих закрывать. Опа, давайте. Там у вас обезьянка Примы, и это, мадам Брошкина, она есть там, Я вижу, я вижу. Подружи со мной. Они такие бутызы, блин, по сравнению с этими. У них все сиськи ихние были. Ну да. Не, ну ей обязание лучше, что больше порося, что просмотала все соски. Да. А то же мастит начнется, щешет. Так вот берут поросята, свиноматка спокойно, Наключить, когда ничего. Она уже бросила работу, будет подмешать. Её моё. Её моё. А я их накрыю сейчас, чтобы они вот так вот. Счастливо. Ты снимаешь, да, Вик? Да. Вот так мы накрываем их, чтобы они не позаморзались. А я хотел спросить, что с меня? Не перестань. Ну, всё равно мы взяли сало копчёного, под черёвину и чай. Дай Бог, чтобы живы были они. Попробуйте нашего. Спасибо. Они выжили. Это копчёные, вот тут отдельно, а то под черёвину. Спасибо. И чай я взял. Мы же магазин закрыли, то у меня много чай. Чай я взял. Ну все. Спасибо. Дома есть жильцы, так, посмотрим, что они тут, друзья. Надо все убирать. Сплять, полягались и отдыхают. Ну, Господи Богослови, чтоб приняло, чтоб все было хорошо. Боря, зайчик, который запах чужое. Мы тоже, Боря, переживаем, что чужое. Мы сейчас будем перемешивать и что-то будем мудрувать. Сейчас переодеваемся и дальше в бой. Мадам Брошкина, Филя и Макс обедают. Что мы сделали? Я наготовил ящик. В ящик накидал ее подстилку. То есть могла влажноваться в ее навозе, в ее мочи. Чтобы они сейчас все в городе вместе с собезьянинами, которые приезжают в Березьянку, размешались тут запахом. И, я думаю, будем подпускать чуть-чуть маленько. В лампу поставил. В лампах, кстати, глиния очень хорошая. Мы будем пробовать сейчас. В цех привык забираем, а потом в цех. Вставай тут, я буду насыщен. Мадам Брошкина. И за ножки. Обезьянка почула таких новых жевжаків. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ну хотя бы минут 30 они посидели в миске а потом уже буду потихоньку подпускать. Я соски посчитал вроде бы 14 или 16. Ну, у нее, если я не ошибаюсь, 15 соски. Как раз хватает. Она сейчас трошки посуетится, посуетится. И что? И будем пробовать подпускать потихоньку. Температура в сарай 16 16 градусов. Ну, там понятно, там вообще Ташкент. Так, давай-ка нас воду в жару. Припочерк. Суперк. 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 Натал. Ага. Суперк. Суперк. И тут. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, что мы наблюдаем, кто хочет есть, кто еще не привыкся, не привык, не идет есть, но это ненадолго. Сейчас они поймут, распробуют. Вон уже первые варианты едят, приезжают. Я же сказал, обязательно жевжиков приймут, не таких на ноги поднимают. Сейчас они обоснуются. Они тоже, дети, переживают, другая манка, они тоже к нам. Они ж кричат, она пугается, у нее ж было тихо всегда, три штуки тихонько, а эти кричат. Ну, она сейчас погиркотит, погиркотит, ляже и будет кормить. Она кормит их часто, каждые минуты 15, наверное. Самое главное, что мы хотели, чтобы она их приняла. Она их приняла. Никого не хватает, не кусает, не дает ничего. А это уже дело наживное. Сейчас кто захочет выжить, будет ездить. Кто, ну, вялый, но это такое дело. Смотрите, сколько поросит, а вы сказали только три штуки. Понаблюдаем сейчас еще. Ну, мы не можем. Это понятно, что, д 65-笑ая, кто будет порushен. Продолжение следует...